Сперва пришли, естественно, за голосом Америки, потом за просто голосом, движением за права. Любые начинания приводят их к истерике. Ах, как была Валерия Ильинична права! Пришли с журналистами, потом за коммунистами, а также за артистами. Вчера мы были тут, потом за адвокатами и прочими юристами. За виолончелистами в Ангу не придут. Явь множилась примерами. Пришли за инженерами, нефтонами, платонами, илонами и др. За рокером и блогером, почти пенсионерами. И за лояльным рэпером приехал конвоир. Разжаловали ректора, про ректора разжалуют. Гулаг не сразу строился. Начальник, не гони. Скучали по пломбиру вы? В СССР, пожалуйте. Как будто в детство ранее вернули нас они. Кто мнит себя умеренным, попкорном запасаются. Они не возмущаются подальше от греха. И мантра повторяется. Нас это не касается. Мы как бы вне политики. Ах, 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 ах. Таксисты с арабистами, баристы, метработники, флористы с программистами. Все попадут под нож. Министры с пейзажистами, стилисты с трубочистами, парашютисты, плотники, экономисты тоже. Пришли за ОВД-инфо. Пришли за старожилами. Медузу, инсайдером, свободу, дождем, мемориалом. Наконец, и за библиофилами. Сейчас мы здесь находимся и оттепели. Ждем. Пришли за книжной публикой. Придут и за молчальниками. Хоть служака верноподданный в поклонах лоб расшиб. А сразу за молчальником и за его начальником произойдет ужасная, ужасная ошибка. Придут за сиады минами. Потом за балеринами. Потом сюда придумайте любое слово вы. Идут саперы по полю, проложенному минами. Кто следующий в рапорте? Мы поняли. Увы.